В одном из наших выпусков мы рассказывали о преступлении совершенным работником службы инкассации. В настоящее время расследование этого уголовного дела завершено и оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сегодняшнюю программу мы начнем с рассказа о том, каким образом полицейским удалось не только выйти на след за умышленника, но и собрать доказательства его причастности к краже. В заявлении о совершенном преступлении поступила дежурная часть отдела МВД России по Тахтамукальскому району в октябре прошлого года. Представитель одного из крупных автосалонов сообщил, что при сдаче наличности банковское учреждение обнаружилось недостача денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей. Факт неординарный, поэтому полицейским пришлось отрабатывать сразу несколько версий. По одной из них к преступлению могли быть причастны сотрудники, осуществлявшие инкассацию денежной наличности из автосалона. Репутация работника не вызвала сомнений, целостность спломб из самой сумки не нарушались. Однако, несмотря на эти доводы, полицейские продолжали отрабатывать версию причастности к краже работника инкассаторской фирмы и, как оказалось, не напрасно. Был изучен большой объем записей с камер видеонаблюдения, установленных как в автосалоне, так и в месте, где денежные средства были переданы инкассаторами на хранение. В результате следователи все же нашли зацепку. Окончательно прояснить картину помог следственный эксперимент. Сотрудник инкассации при помощи канцелярского ножа перерезал верхний крючок веревки, на которой пломбировалась свинцовая пломба, после чего излег из данной сумки денежные средства в сумме 5 миллионов 100 тысяч рублей. После чего данный сотрудник инкассации эти веревки, концы веревки склеил при помощи клея момент. Под давлением улик 47-летний житель города Краснодара сознался в краже. Он также рассказал, что часть похищенных денег потратил на приобретение автомобиля и недвижимости. Данное имущество он приобрел, однако на себя он регистрировать его не стал. Данное имущество зарегистрировано было на свою супругу, на родственника своей супруги с целью сокрытия возможности установления о том, что он после совершенного преступления получил какой-то способ обогащения. В настоящее время все оперативные и следственные мероприятия по данному уголовному делу завершены. В ближайшее время обвиняем и предстанет перед судом. Минутное богатство привело к плачевным последствиям. Бывшему инкассатору теперь грозит до 10 лет колонии. В Адыгее вынесен приговор участникам организованной преступной группы. Они специализировались на кражах автомобиля. Примечательно, что интересовались заумышленники исключительно моделями отечественных производителей. Похищенные машины они разбирали и распродавали по запчастям. Как удалось выйти на след автоворов в материале нашего корреспондента Вадима Агаркова. Заявления о пропажах машин у жителей Майкопа начали поступать в органы внутренних дел еще в 2015 году. В каждом из этих случаев похищались переднеприводные модели ВАЗа, а также Лада Приора и Лада Гранта. Проведя тщательный анализ зарегистрированных фактов, сыщики пришли к выводу, что все эти преступления дело рук одних и тех же лиц. Данная версия подтверждалась в ходе следствия. Выяснилось, что практически все похищенные машины не были оснащены системой сигнализации. После первых удачных попыток похитители уже не стеснялись среди белого дня подойти к припаркованной в людном месте Ладе и начать скрывать замок путем подбора ключа. Далее запускался двигатель и злоумышленник, как ни в чем не бывало, покидал место преступления. Несколько неожиданными оказались места, куда перегонялся украденный транспорт. Здесь подельники уже тщательно соблюдали все меры осторожности и работали преимущественно в ночное время. Похищенные автомобили они отгоняли в безопасные места для последующего разбора, а именно эти места наиболее удаленные от населенных пунктов. Данные места специально ими подбирали заранее, чтобы они не были замечены какими-либо гражданами. После чего в ночное время возвращались к автомобилю похищенному и приступали к его разбору. Всего в ходе следствия установлена причастность обвиняемых более чем к 10 таким эпизодам. После того, как ты разбирал автомобили, куда они девались, куда девались части? Распродавали, наверное. Ты распродавал? Нет. А кто? Ну, кое-какие получались от части. Распродавал. Общая сумма ущерба от этих противоправных деяний составила почти 3 миллиона рублей. Рассмотрев все собранные доказательства, суд приговорил организатора преступной группы, а также одного из его подельников, к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы соответственно, с отбыванием в колонии общего режима. Третьему подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два года. Вопросы обеспеченной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей в период летних канюкул всегда были и остаются в центре внимания сотрудников полиции АДГ. Одна из форм такой работы – это непосредственная проверка детских лагерей республики. На протяжении последних лет к этим мероприятиям активно привлекаются представители общественного совета при ведомстве. Несмотря на то, что летний сезон только начинается, общественники уже успели побывать в нескольких оздоровительных лагерях. О результатах этих проверок наш следующий материал. Еще до открытия лагерей полицейскими совместно с представителями их администрации были проведены все необходимые согласования. Разработан алгоритм взаимодействия с частными охранными предприятиями. За каждым оздоровительным учреждением закреплены сотрудники полиции, которые регулярно осуществляют их проверку. Как и в прошлые годы, для этих целей привлечены дополнительные силы. Они задействуются на обеспечение общественного порядка при проведении церемонии открытия и закрытия смен дискотек. На отдельном контроле недопущение правонарушения со стороны молодежи, проживающей в населенных пунктах вблизи оздоровительных учреждений. То есть в этой системе, когда мы говорим о безопасности детей, никаких сбоев быть не должно в отсутствии любых должностных лиц. Нет директора лагеря на месте, есть другое должное лицо, которое должно все эти вопросы контролировать. Во всех лагерях республики уже состоялись заезды первых потоков. Теперь сотрудники полиции проверяют, как на практике реализуются мероприятия по обеспечению безопасности детей. К этим проверкам привлекается не только значительное количество полицейских, но и представителей общественности. Опыт таких проверок у членов общественного совета при республиканском МВД уже накоплен немалый. Они знают, на что обращать особое внимание и какие проблемы чаще всего возникают в этой сфере. Прежде всего мы обращаем внимание на охрану территории, на качество приготовления пищи, на содержание детей, в каком состоянии палаты, комнаты, в которых ребята, насколько соответствуют нормам средства гигиены обеспечивающие, как заняты они в свободное время. За прошедший год члены общественного совета при МВД по Адыгее совместно с руководством и сотрудниками ведомства приняли участие в нескольких масштабных мероприятиях, организованных на территориях детских лагерей. В их числе спортивные соревнования, показательные выступления сотрудников спецподразделения. Кроме этого, ежегодно проводится всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Одной из новых стала акция «Безопасные селфи». Аналогичные мероприятия запланированы и в этом сезоне.